Друзья, всем привет! Вы на канале Американская Мечта. В прошлый раз мы поговорили о зарплатах в США и о том, сколько же в среднем получает человек в Соединенных Штатах Америки. В этом видео я расскажу вам о стоимости жизни в Соединенных Штатах с учетом средней зарплаты и о том, сколько у вас будет оставаться с учетом всех трат. Тратить деньги можно по-разному. Можно жить на широкую ногу, а можно их экономить. В этом видео я расскажу вам про оба варианта. Ну, а если я вас заинтересовал, то присаживайтесь поудобнее и погнали! Как правило, человек, только что эмигрировавший в Соединенные Штаты, будет экономить, чтобы отложить хоть немного денег. Поэтому в начале этого видео мы рассмотрим вариант экономный. Что же я подразумеваю под экономным вариантом? Ну, во-первых, то, что жить вам придется не одним, а с соседями. Или, как их в Америке называют, румейты. Цена одной комнаты сейчас находится где-то в пределах 400 долларов. Цена на электричество в таком общежитии, где проживают 2-3 человека, ну а в среднем мы возьмем цифру 2,5, составляет примерно 100 долларов. Но поскольку вы будете жить не одни, то мы разделим эту сумму на 2,5 и получим что-то в районе 40 долларов на человека. Цена на воду примерно сопоставима с ценой на электричество, поэтому на одного человека в среднем будет уходить примерно та же сумма, то есть 40 долларов. Поскольку наше поколение уже не может обходиться без интернета, то я включу сюда и его. Оплата за интернет на квартиру или на дом составляет примерно 60 долларов в месяц. Ну и поскольку вы будете жить не один, то мы разделим эту сумму на 2,5 и получим в среднем где-то 24 доллара в месяц. Мобильная связь в Америке самая разнообразная. Самый дешевый вариант это пожалуй купить вот такую вот мыльницу вместе с планом, который включает в себя 1000 минут в месяц, а также безлимитные смс по всей Америке, стоимость которого составляет примерно 30 долларов в месяц. Это пожалуй самое дешевое, что вы здесь можете найти. Минимальный набор продуктов, который будет включать в себя самое дешевое мясо, такое как курицу, минимальный набор углеводов, макароны, картошку, а также базовые овощи, будет обходиться вам примерно в 50 долларов в неделю или 200 долларов в месяц. Само собой походы в ресторан в эту сумму не входят. Теперь насчет транспорта. Самый дешевый транспорт в Америке это у нас автобус. Билет на который в один конец будет обходиться вам примерно в 2 доллара. Ну думаю с учетом проездного в месяц вы будете тратить порядка 100 долларов. Ну и наконец медицина. Вы наверное в курсе, что медицина в Америке просто безумно дорогая. Поэтому для человека, пытающегося сэкономить и отложить хоть немного денег, даже медицинская страховка будет скорее всего неподъемной. Поэтому мой вам совет. Если вы хотите рассматривать вариант экономный и отложить хоть немного денег, то не берите медицинскую страховку, а просто следите за своим здоровьем и пейте витамины. Итого у нас выходит 834 доллара в месяц в режиме экономный. Теперь давайте рассмотрим вариант стандартный. Стандартный вариант это то, как тратит свои деньги среднестатистический американец. Среднестатистический американец живет, как правило, в отдельной квартире. Соответственно, все расходы вы теперь будете оплачивать сами. Жилье в отдельной квартире в месяц вам будет обходиться примерно в 1000 долларов. Если вы живете один, то вы будете оплачивать всю воду. Это примерно 50 долларов. Аналогично стоимость воды. И интернет будет обходиться где-то в 60 долларов, как было замечено ранее. Если вы захотите нормальную мобильную связь с телефоном, как у меня, и безлимитным интернетом, то обходиться она вам будет в 90 долларов в месяц. Нормальное питание обойдется вам примерно в 80 долларов в неделю, то есть 320 долларов в месяц. Плюс поход в ресторан дважды в неделю примерно по 25 долларов, где-то 200 долларов в месяц. Итого 520 долларов в месяц на еду и походы в ресторан. Теперь насчет транспорта. В Америке общественный транспорт ходит далеко не везде и далеко не всегда. Поэтому люди вынуждены покупать свои машины. Вы, конечно, можете купить подержанную машину, но не факт, что она проработает долго. Да и потом вам придется постоянно вбухивать все эти деньги в ее ремонт. Поэтому давайте рассмотрим вариант, который позволяют себе простые американцы, а именно покупку машины в кредит. С учетом процентов и ежемесячных выплат такая машина, как Toyota Corolla, будет обходиться вам примерно в 500 долларов в месяц. К этой сумме также надо прибавить страховку. Это где-то в районе 90 долларов в месяц. А также стоимость бензина, который будет составлять примерно 40 долларов в неделю или 160 долларов в месяц. Итого у нас получается примерно 750 долларов на машину. Если вы не хотите постоянно бояться, что можете загреметь в больницу, где вам могут выписать счет, к примеру, в 30 тысяч долларов за удаление аппендицита, а именно столько это здесь стоит, то тогда лучше иметь хотя бы базовую страховку, цена на которую будет составлять примерно 400 долларов в месяц. Итого у нас получается 2924 доллара в режиме стандартный. Итак, сколько же у нас будет оставаться денег после всех этих расходов в месяц? Напомню, что со средней зарплаты в 2500 взимается налог в 12%, а это значит, что на руки вам попадает уже не 2500, а 2200 долларов. В экономном режиме, при котором вы будете тратить 834 доллара в месяц, у вас будет оставаться аж целых 1366 долларов, что весьма и весьма неплохо. Если же вы хотите позволить себе нормальную жизнь в Америке при средней зарплате, то тогда у вас будет оставаться негативный баланс в 724 доллара. Ну а вам в этом случае придется либо на чем-то экономить, либо зарабатывать больше. В этом и есть весь прикол жизни в Америке. Средней статистической зарплаты здесь не хватает для того, чтобы вести нормальный средний образ жизни. Именно поэтому у многих американцев нет медицинской страховки. И именно поэтому американцы просто вынуждены брать все больше и больше кредитов из года в год, загоняя себя в еще большие долги. Итак, в этом видео мы рассмотрели стоимость жизни в Америке с учетом двух видов расходов. Экономного и стандартного. Какой из них наиболее оптимальный, решать вам. Также учитывайте тот факт, что мы рассмотрели стоимость жизни в США на одного человека. Если же вы планируете приехать сюда с семьей, то вам следует умножить все эти расходы на количество человек в вашей семье. В следующем видео мы поговорим о том, в каких регионах Америки лучшие доходы по отношению к расходам. А также о том, какие виды работы являются наиболее прибыльными для иммигрантов. Ну у меня на сегодня все. Вы были на канале Американская мечта. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, ставить свои вопросы ниже под этим видео. Всем удачи, спасибо и пребудет с вами истина, друзья!